Вчера вечером, когда на Екатеринбург обрушился мощный ливень, на объездной дороге, на ее участке от Дерябиной до Амонсона, серебристый Митсубиси Лансер разогнался на скользкой трассе и мощным рывком оторвал себе морду. Вот в нашем счастливом детстве бывало люди мощным рывком вырывали себе зуб. Ну там привязывали один конец веревки к зубу, второй к дверей. За подробностями отсылаю к бессмертному произведению приключения Тома Сойера. А у нас в горах Лансер, прикиньте, вырвал себе не зуб, а всю морду целиком. Всю подкапотню, с мотором и передними колесами. Декорация такая. Три бриллианта катились по объездной от Серафима Дерябиной в сторону Амонсона. За рулем сидел 20-летний пацан, которым по определению стажу не должно быть больше двух лет. И несмотря на малоопытность, он под ливнем на мокрой трассе разогнался до 90. Не справился со скоростью, япошка перешла на режим аквапланирования и в итоге неуправляемую торпеду выбросила с трассы вправо, где она начала рубить деревья и кустарники. Ну и завершающим ударом одно из растений казнило Лансер, отрубив ему морду слева направо, под самый корешок, то есть по самый салон. Если бы мощный разрушительный удар пришелся на полметра подальше на водительскую дверь, то вероятно рулевой мог бы убиться, ну или по меньшей мере покалечиться. А в этой ситуации ему категорически проперло. Салон с его стороны вообще не помялся и потому врачи скорой, наверное, удивились. При таких разрушениях болида, который восстановлению не подлежит, только окислению, пилот отказался от госпитализации. Это ли не чудо? Ну, знать не пришел еще черед этого молодого человека. А по мотивам этих выступлений в жанре аквапланирования, гаишники советуют автопилотам при увлажнении погоды корректировать свое поведение на дороге. Ну, то есть не гонять, резких маневров не совершать и далее по списку. Скоро осень, сезон дождей. Перестраивайте мозги заранее.